Он начал проявлять интерес к воркауту еще в школьные годы. Как говорит Иван, если не изменяет память, то это был 2012 год. Тогда в Украине был рост воркаут-движения и проводились первые массовые чемпионаты, а Ивана сильно мотивировало выступление киевской команды «Шоу Украина имеет талант». Тогда ребята заняли первое место, выиграли 1 млн гривен и построили 10 крупных воркаут-площадок по всей стране. Нашему герою понравилось выступление как спортсмена Ивана Казачка. Он был лидером киевского движения, а затем ассоциировался с главным турникменом страны, даже за пределами Украины. После этого Арабец захотел заниматься таким же, и никогда никакого другого спорта кроме воркаута не было. Только элементы, и больше никакие другие направления ему просто не интересны, и он не может объяснить почему именно так, но это просто его привлекает. И я его понимаю, сам начинал в 2011 и наверняка это связано с тем, что тогда в воркаут окружении все делали элементы и было с кого брать пример из старой школы. Сейчас же для соревнований нужно быть универсальным, статика и динамика или только динамика, и это уже новое поколение атлетов, а старички остаются верные своему делу. Как уже говорилось, сильно мотивировал Иван Казачок, и также Ганнибал Форкинг, и только после них узнал о таких невероятно талантливых спортсменах как Ника Нисимов, Дмитрий Кузнецов и Владимир Садков. В дальнейшем именно они мотивировали Ваню, и добавляли сил бегаться дальше. На данный момент вдохновителей нет, просто есть некоторые атлеты, которые интересны. На соревнованиях было несколько побед, но это все небольшие соревнования и самые масштабные мероприятия, это был чемпионат Украины в 2016 году. Там Иван занял 8 место, и выступление на то время было неплохое, но можно было и лучше, самокритично ответил Иван. Напомню, на моем канале Владерович, ты найдешь регулярные сюжеты об уличных тренировках и калистенике. Его часто спрашивают о соревнованиях и почему не принимают участие. Иван сейчас просто занимается в свое удовольствие, а чтобы продолжать и получать удовольствие, то соревнования ему не нужны. Но иногда, признался по-честному атлет, готовится к ним просто лень, хотя все может и измениться. По рекордам, Иван базу не любит, и если она и присутствует сейчас на тренировках, то это 10 подтягиваний и 10 отжиманий в начале занятия для разогрева перед элементами, не больше. Для него база это слишком скучное занятие, и в подтягиваниях был максимум 36 раз, а в отжиманиях и вовсе не рискует делать, ведь это долго и скучно, признается атлет. В то же время, в арсенале у Ивана в отжиманиях в стойке без стены максимум 40 повторений. По элементам, горизонт ноги врозь 33 секунды, фулл планш 20 секунд, передний вис 25 секунд и выходы принца из заднего виса ласточки 11 раз. Ребят, я в воркауте с 2011 года, а на ютубе с 2019. Если тебе интересны программы тренировок по воркауту, персональные консультации от меня или же ты желаешь развить свой ютуб канал, понять причину малой активности на видео и вырасти, то напиши мне в контакты по ссылкам в описании, там все подробности. А мы продолжаем выпуск. К тренажерному залу Иван относится положительно, но в нем не занимается, ведь парню кажется, что это будет мешать прогрессу в элементах, ему интересно наблюдать за культуристами, но дальше чем наблюдение дело не заходит. Стритлифтингом никогда толком не занимался, единственное что помнит, давно подтягивался на многоповторку с гирей 32 кг и выходил окажется около 11 раз. Из этого можно еще раз убедиться насколько все индивидуально, ведь я лично знаю атлетов, которые успешно совмещают тренажерный зал и соревновательные выступления по элементам в воркауте. Главное правильно составить тренировочную программу и совместить эти два вида нагрузок, но в данном случае с Иваном Арабец он отсек все лишнее для себя и сконцентрировался только лишь на элементах. Из динамики умеет пару начальных элементов и раньше делал 360 и икс вылет, это было скорее из-за кратковременного желания попробовать, но не более. В целом нейтрально относится к динамике и крайне редко ее тренирует и в планах этого делать тоже нет. Ивану всегда давался тяжело передний виз и все что с ним связано, также несмотря на его хороший уровень в горизонте, атлету тяжело давался и дается самолет на земле, и тяжело давались балансы, стойка на одной руке и горизонт на одной руке, на данный момент Иван сконцентрирован на улучшении всех уже изученных ранее элементов. Иван не следит за рационом и не любит это делать, кушает все что хочется, но в меру, по возможности больше овощей и фруктов, и всего порядка 4 приемов пищи в день, и калории разумеется он не считает, и в дальнейшем поговорим и о добавках. Самое интересное, как же организован тренировочный процесс Ивана, перед тренировкой всегда делает хорошую разминку и особенно уделяет внимание суставам, около 15 минут, после чего 10 подтягиваний и 10 отжиманий в суперсете, для хорошего разогрева плеч, делает отжимания в стойке на руках. Если разбить тренировки на составляющие, то в основном уделяется внимание таким элементам, как горизонт 40% времени, передний виз 40% и 20% все остальные элементы, такие как балансы, импосибл и другие. Тренируется 3-4 раза в неделю где-то по 2 часа. Во время тренировки делает все что душе угодно и четкого плана нет, иногда 1-2 раза в месяц для дополнительной подкачки, может сделать немного базы в конце тренировки. Прогресс в базе, для начинающего Иван считает следует брать и работать изо всех сил не щадя себя, главное перед этим разминка и соблюдение техники, у новичков при системном регулярном подходе работают все подходы к тренировкам и это уже в дальнейшем процесс может приостанавливаться или замедляться и следует уже экспериментировать и что-то менять в тренировках для продолжения прогресса. Менять количество повторений, последовательность упражнений, сами упражнения, время отдыха и т.д. По прогрессу в элементах начинающему следует не сразу начинать тренировать элементы, для начала следует укрепить тело базой и пусть это будет достаточно 20-25 подтягиваний и 35-40 отжиманий на брусьях, для старта этого вполне хватит. Еще главное это то, чтобы в начале своей деятельности не получить травм, поэтому разминка на первом месте. В элементах после подготовленной базы ничего лучше, чем попытки не работает. Также Иван долго учил балансы, передневиз и самолеты. Он согласен с тем, что чем выше спортсмен ростом, тем ему труднее быть конкурентоспособным. Иван считает, что лично ему его рост не мешает. Но факт того, что стать гораздо легче топом с ростом метр шестьдесят, метр семьдесят это точно. Кто бы что не говорил, с точки зрения Ивана он понимает, какой труд стоит за изучением элементов и для него элементы низких спортсменов выглядят менее красиво, чем высоких. Кстати, не пропускай опросы о темах следующих роликов на вкладке канала сообщества. Сделать это очень просто, нажми прямо сейчас колокольчик и выбери все уведомления. Также не забудь проверить, что включены уведомления на твоем смартфоне. По травмам, к сожалению, в последнее время атлеты старой школы все чаще рвут бицепс, грудную и по разным причинам. Травмы, считает Иван, были, есть и будут, к сожалению, с этим ничего не поделаешь, у него сейчас беспокоит правый локоть. Эта травма с атлетом уже не один год, для профилактики, поэтому так обязательна разминка. Следует научиться слушать свой организм, когда лучше тренироваться, а когда отдохнуть. И здоровый сон, горячая ванна и сауна тоже помогают с восстановлением. И надо понимать, где небольшая травма, а где травма с которой сразу следует обращаться к врачу и чтобы не перешло это в хроническую болезнь. Часто спортсмен не понимает, что ему нравится и тренирует элементы, базу или стритлифтинг, плюс еще и многие в тренажерный зал ходят и следует определиться на чем-то одном, а не заниматься всем и сразу, тогда организм ломается и часто спортсмены весят более 75 кг и какие тут могут быть при этом самолеты с таким весом и с такой нагрузкой на суставы. Кстати, о подобных выводах недавно говорил и Игорь Ковтун, у которого случилась серьезная травма бицепса при исполнении самолета. Кроме накопившегося недостаточного восстановления сыграла еще и роль излишний вес. Ребят, напишите в комментариях если хотите ролик о Юрии Робец, я задам ему ваши вопросы и свяжусь с ним для сюжета. А один из подписчиков попросил меня задать такой вопрос Ивану, как он относится и употребляет ли различные спортивные добавки и также витаминки, которые помогают в подготовке. И вот что ответил на эту тему Иван. Иван говорит, что на данный момент ничего не принимает и не принимал, кроме энергетических напитков и когда-то принимал креатин, потому что считает это самой эффективной добавкой для воркаута, относительно других более серьезных веществ ничего не принимал и не принимает и не видит в этом необходимости, считает что воркаут это не культуризм и тут не нужны подобные добавки и они здесь не уместны. Основное место для спортивного контента Ивана сейчас это инстаграм, но как насчет ютуба, у него уже есть небольшой канал с неплохими обучалками и мотивационными нарезками. Иван тоже думает продолжать выгружать видео на ютуб, но в целом грандиозных планов на эту платформу у него нет. Было бы замечательно начать зарабатывать на своей деятельности в инстаграм, но пока атлет только на пути к этому. Рекомендации Ивана новичкам, я бы уделил больше внимания отстающим элементам и то есть с самого начала акцентировал бы на них свое внимание, так же был бы значительно внимательный с профилактикой травм и постарался бы всеми силами их избежать, а в целом я рад и тому что есть. Впервые я узнал об Иване и Юре Арабец еще несколько лет назад, когда зависал во Вконтакте в группе DS Workout, которая существует и до сих пор и так же в инстаграме. Там я видел крутые выступления этих двух атлетов еще на чемпионате Украины и многих других соревнованиях. Это тогда очень мотивировало, так как я сам активно увлекался статикой. Честно, я до этого момента думал, что Иван и Юрий это братья. Ведь слишком много совпадений, согласитесь. Живут в одном городе, одна фамилия, тренируются вместе. Снимают видео как на одной площадке, так и даже в одной квартире. Но, как мы узнали из этого выпуска, это немножко не так. Я надеюсь этот ролик был не только интересный, но и полезный и вы подчеркнули для себя что-то важное. Как мы выяснили Ивану вообще никак не мешает его так называемый высокий рост в воркауте, так как он гнет свою линию, не строит себе преград в голове и просто пробует, пробует и прогрессирует и получает удовольствие от своих тренировок. Ссылки на инстаграм и ютуб Ивана под этим видео, оцени лайком если понравился выпуск. Ребят, присылайте свои истории или знакомых мне в соц сети, если это покажется стоящим внимания, то обсудим выпуск на канале. Кому интересно получать текстовые версии моих сюжетов, аудио подкасты выпусков, статьи от меня на тему тренировок и питания, воркаута в целом, то заглядывайте в телеграм канал Владерович о воркауте и узнай как можно скачать мою мини книгу о калисценике для начинающих, переходи по ссылке в описании. Автор сюжета я Владерович. Разбуди в себе атлета. А прямо сейчас я предлагаю тебе встретиться в других моих роликах на канале, нажимай на плейлист, выбирай интересную историю и узнавай о новых героях. ПОДПИШИСЬ! КОНЕЦ Продолжение следует...